Ну нормально так вообще, Захар в соплях, опять храпел, нос не дышит, чай сейчас себе хочу налить, и здесь надо будет сегодня перебрать, вечная перебираловка, не перебирая вам его, все равно все это опять забивается, ну видите, такими мелкими деталями, невозможно, нужно какую-то здесь коробочку, мне кажется, вот так вот, вот эти папочки, что ли, сюда поставить. Это, девочки, моя винетка выпускника школы, вот, это хорошо, что родители привезли, потому что все хранилось сначала в гараже, и все фотографии мамины исторические, знаете, такие, ее бабушки, все слиплось, как бы плесенью покрылось, и вот, меня видите так же. Вот учителя, здесь все, что осталось от них. Ну это не этот президент, хотел сказать, директор, совсем другой был, он последние года два был в этой школе, это тоже она пришла последние два года, классный руководитель, так что она совсем другая была. Это наш, учитель физики, Марина Алексеевна такая, как и все учителя с характером, математики и физик. Еще бывает химик, химия, ну вот химия, ну она так и подобрее, но я когда болела, упустила, и в химии ни хрена теперь не разбираюсь. То есть, средняя школа номер 17, 11 В класс, октава, 2008 год, я выпустилась, но училась я, как бы, до этого тоже в совсем другом классе. Я училась в Г классе, с углублением иностранных языков, то есть я учила французский, немецкий был у меня вторым. Потом так получилось, что педагогов французского языка в нашем городе практически нет, она ушла, Нелли Ивановна, по-моему, не помню фамилию, очень хотелось ее найти, но не знаю, не помню фамилию, конечно. Детям разве, когда мы были детьми, мы об этом думали, что когда-то будет нам это интересно, нет? Вот, и поэтому я не знаю, как ее найти, и потом меня посадили к англичанам, потому что в группе нашей французского языка было 6-7 человек, я уже не помню, не считай, это читать надо. И было 2 группы английского языка, и потом в итоге все это объединилось в одну группу, я к ним попала в группу, ну, мы, французы, попали к ним в группу, сидели, короче, с учебником, переводили тупо тексты, ну, что с нас взять. Вот, а в 10 классе в Казахстане, не помню в каком-то там ближайшем году, вели, ну, направление, если ты после 9 остаешься учиться, продолжаешь, то в 10 классе ты выбираешь, либо ты выбираешь гуманитарное направление, либо математическое. Естественно, мой сильный класс математическое выбрал, там каждый день математика, физика тоже, там, 3 или 4 раза в неделю, химия тоже так же 4 раза в неделю, то есть, ну, все как надо. Я пошла в другой класс гуманитарный, это вот к этим ребятам, ну, параллельные классы, которые, вот, и мы попали к ним в класс, я и Джамиля. Джамиля, это была моя подружка, вот, тогда у меня там появилась Наталья Николаевна русский язык, Надежда Борисовна, будь здоров, сынок, была тоже с 6-го, с 5-го класса, то есть, мой педагог. Ну, Кама Уторбаевна, это информатика, ну, в принципе, тоже она была у нас и в углубленном классе, в моем классе Г, так что я, короче, в двух классах успела поучиться, что, как бы, понятно. Вот я. Тут что-то я моргнула, по-моему. Да, очень мало пофоткалась я, нельзя рвать, ты что, рвать. Да-да, я же снимаю, не мешай мне. Бери руку. Нельзя так делать. Иди, лучше трусы одевай. Ну да, у нас еще был Харченко Сергей, просто его, я не вижу, чтобы он тут был. Может, они здесь есть? А, вот он, да, он есть. Дай, мама себя поближе снимет. Такая худенькая, с черными волосами. Вот. Здесь я не фоткалась, здесь все слиплось. Ну, просто это какой-то день, я не приходила. Эта девочка вообще, вот как раз-таки, она с математического класса, но она у них ранее училась, в каком-то году пришла. То есть, видите, билиберда какая бывает, туда-сюда ходим, короче. Ну, так получилось, в общем. У меня где-то эта фотография есть. В полном размере, слава богу. Можно попробовать ее сюда наклеить. Но тогда я уже боюсь, и хочется запасную иметь. Запасную. Опять, здесь тоже ничего нет. Тут полготку надо постирать. Вот это тоже постирать надо. Вот это. Пластичный блинт всегда понадобится. Ой, где-то мы опять подцепили эту ОРВИ, потому что... Такая расческа прикольная, Эйванская. С зеркальцем. Сопляк. Что, опять шу, мы не будем в садик ходить? Мама купляет тоже. Это я на работе в Калининграде покупала. Мне она когда новая была, симпатичная была. Мне нравился этот принт. Тигровый, леопардовый. Давай назад все собирать. Сидели с Захаром, стирка постирала. Сидели-сидели такие с сыночком. Да, думаю, что-то... Что-то надо пойти, наверное, деньги потратить. Да, Захар? Вообще. В общем, чай. Чай. Нужен чай. Потому что вот такую коробку. Черный чай. Обычно берем дальше. Здесь еще колбаска. Вот такая. А! На самом деле в Перекрестке мало выбора колбасы. В нашем он же маленький. И хотелось бы что-то вкусненькое. Побольше вкусной колбасы. Но вот такие там пару штук. Далее. Мама Захару купила. Сегодня у Захара... Хоть мы и захворали чуть-чуть. Но сегодня все равно будет плавающий день. Называя банный день. Я вот взяла Захару маленькие радости. Вот такую бомбочку. В ванную. Потом к чаю взяли конфеты вот такие попробовать. С вишней, с шоколадной глазурью. И Захару мама купила игрушку. Пусть такую маленькую, но все равно. Хэппи бокс. Такая вот. Тут такие солдатики должны быть. Видите? Чихает. Болеет. Открывай солдата. Здесь на самом деле, по-моему, рассасывать надо. Ты пока не умеешь. Это не для тебя. Он только на чупа-чупс. Только на палочке может рассасывать. Вот. Собери спецотряд. Мне вот этот нравится. Снайпер. Вы что, солдат неинтересен? Больше чем уверена, что папа придет. И папе очень будет интересно от этого солдата посмотреть. Мама же тебе специально покупала. Ой, классно так. Смотрите. Вообще бомба. Реально можно собрать. Солдат. Надо футболку снять намочилась. Захару солдат не нужен, когда есть конфеты, да? Вот в такой упаковочке. Мама моя не любит. Говорит, что это не с ним все равно. Мне очень нравится, когда упаковано. М-м-м-да. Что там внутри? Фу, обычные конфеты. Сейчас будем бомбочку запускать. Сейчас будем бомбочку запускать. Одна штучка. Взрось ее в воду. Кидай. Тридцать пять плюс написано. Тридцать пять плюс. А что он больше ничего не делает? Только орет и все. Вот эта штука. Помню, я тебе ее хотела. Она сказки рассказывает. Вот этого вот. Потом они исчезли с продажи. Вот Мишка появился. Мишки разные. Вот она, наверное, батарейки не выключена. Очкарики. Мишка сказочник. Зайка сказочник. Десять сказок. Песенки. Тут, наверное, кнопочка должна быть. Нет? Да, да. Вот так он еще и вылазит. Вы уже вытаскивали. Смотри. Сейчас Захар захочет его забрать. Каждый мешок на свете хорош. Только такого, как я, не найдешь. Хочешь, я рядом с тобой посереду. Смотри на маму. Добрую сказку тебе расскажу. Ну, рассказывай сказку. Упала. Какую выбрать? Антитабак. О, вонючая такая, конечно. Это вкусно. Можешь вообще такую просто поставить. Видите, мы с Захаром пришли с магазина. Детский мир. В этот ходили, как его, в аптеку и в перекресток. Захар опять засопливил. Ну, вот меня тоже цепляют, как бы. И неужели это вирус? Так неприятно. Значит, с детского мира каши Захара купила. Так как на данный момент он ест только эти. Постараюсь подешевше. Так. Потом молочку взяла я ему. Биолак. Тема кисломолочная такая. Вот. Аквамарис попробуем вот такой. 150 миллилитров. Для промывания и орошения полости носа. Дозировка чуть побольше, потому что его детские, которые... Там поменьше. Короче, как-то оно это там. Потом еще вот такую штуку взяла. Дыши. В сезон простой. Пластырь-ингалятор. С двух лет. Ну, я не думаю, что я ему... Потому что рядом я начну, мне кажется, кашлять. Попробую наклеить на... На-на-на... На-на-на... Как она зовется? На штору. Сначала клору хотела его записать. Потом передумала. Попробую сама. Пластырь в такой вот упаковочке. Вот. На одежду в районе верхней части грудной клетки. Неприятная. Потому что есть еще упаковка с пятью пластырами, а... Ее просто-напросто не было. Просто-напросто не было и... Да, это надо выкинуть. Все, и натрия хлорид. Далее. Здесь перекресток. Хочу... Хотя у самого горла как-то уже дерет. Ассорти маринованная. Взяла вот такую баночку. Сегодня папа должен прийти. Они вроде завтра едут на рыбалку с мужем. И я им взяла колбасу вот такую итальянскую с салями. Иногда тоже домой беру. Это им на рыбалку. Батон тоже вот им. Ну... Они здесь, конечно, не возьмут. Лимон взяла к чаю. Дальше. Наконец-то что-то на себя потратила. Вот такую свечку. Антитабак. Апельсин вот. Апельсиновый такой. Айрлайк. Вайк, вейк. Если будет сильно вонять, придется от нее избавиться. Помидоры. Такие, как они? Как же они называются? Сейчас скажу. На ветке которые. Ну, просто они единственные. Были красные. И здесь бананы. Большая рука банановая. Ветка тоже. Бананы. Почему-то мне вот это хернями не нравится. Уже кто-ли плесневеет, то ли что. А так-то они были самые зеленые там. Среди всех. Батарейки потратилось. Но знаете, батарейки сейчас дорого стоят. Мне нравится, что они... Обожгла палец. Не нравится, что они в этом. В стаканчике. Стаканчик потом останется. И ароматизирование. Запах пошел. Вот тут ванильный вкус, то, что я снимала. Я помню, как-то свекрови дарила на Новый год. Я замученная девочек, потому что... Ну, когда ребенок болеет, он опять всю ночь не спал. Мне спать не дает. Неприятно как-то. Добираться надо. Что-то не дает дыхаться не буду, так будет. А вот так батарейки я для этого купила по лужикам. Для морячка, потому что съели батарейки. Такой ужин готовлю, знаете. Свинина у меня был кусочек. А я туда, блин, все овощи и даже свеклу добавила. Сварила, называется, сардельки на рыбалку. Посмотрите, я отошла, и они у меня развалились. Так что не знаю. Будут они брать, не будут. Прикольная такая вещь вот эта вот через... Фильмы, мультфильмы. Сейчас вот Захарке включила какой-то мультик про циферки. И качество хорошее вообще бомба. Нам очень понравилось. Вообще подписка PS Plus подарочная, которая у нас была на 3 месяца. Она у меня закончилась. Теперь я даже GTA Online не могу играть. Это, конечно, про циферки очень короткая. Наклеила сюда пластырь. Сушу, видите как. Сейчас тоже стирка опять будет. И сушу на батарее, потому что не высыхает. Захарчик. Я тоже, у меня само горло болит. Голос. Акс. Вы представляете? Невозможно. Постоянно ходит, цепляется за ноги. Кошка эта. Невозможно. Просто уже меня бесит. Так что я хотела сказать. На чем я остановилась? Девочки, я не помню. На чем я остановилась? Захар, а что ты перестал шаром играть? На. Уже ему не интересно. Короче, говорила, что прикольная тема. Там, по-моему, 200 рублей в месяц платить надо будет. Девочки. Папа с мужем на рыбалке. Вот скоро должны приехать уже, потому что в 15.04. А уехали они в 5 утра. Я решила посмотреть фильм. Советский. По семейным обстоятельствам. Тот самый. В котором говорится, скажи рыба. А девочка говорит, селедка. Как-то так. Заболела я. Я. С Захаром. Мы опять заболели. Да. Когда в жизни я так не болела. Каждый месяц. Каждый месяц. Как в июле начала, так и продолжается. Ну вот, блин. Вирус у меня цепляется. Я в шоке. Свечка у меня горит. Я ничего не чувствую. Эти наклеила. С двух сторон. Пластыры травяные. Свечку. Ничего не чувствую. Хреновастенько. Всю ночь не спала сегодня. Представляете? Всю ночь. Я была бессонница. Я не могла уснуть. Мучилась. То ли эти препараты Аклон. То, что я принимаю. На центральную нервную систему. Действует. То ли. Чая напилась на ночь. То ли так вот вирус тоже. Жрет. Почти как. Усумная. Красивая, да? Серебряная. Он тут если в порту полазит. Там у него зубы есть даже. Хищные. Ничего себе. Откуда у вас хищные рыбы? У вас же водоемов-то нет. В Ставрополь. Сало. Мама сама делала? Или это сардыльки? Да. Ничего, они пойдут. Да. Так что, мама несколько термосов нашла? Да, она два задала. Один какой-то протекал. Какой? Тут ли, вот тут ли. Картошечка. Ну что, люди добрые. Первая поклёвка. Поклёвки были хорошенькие. А это вот первый улов. Антоха только стал подходить со своей прогулочкой. Ещё не успели даже обменяться словами. У меня тут раз только. Вот она. Теперь Антоха, подержи-ка. Сделай доброе дело. Так. Поклёвки. 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 Цельчик. Субтитры сделал DimaTorzok 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 У этой рост Метр двадцать Вот это тоже, наверное, метр двадцать Вот это большая, непонятно Здоровенная Вот это две двести Но у нее материал, как у нас была В октаву Вот это тысяча четыреста С таким напылением Размер у нее Девяносто сантиметров В ведре такая уже Интересно, она пахнет? Вот это тысяча четыреста Вот стоит Ну там такие же стояли Метр пятьдесят пять Домой приехала Где-то часа четыре Меня не было С мужем поругалась Обиделась, ушла Не хочу домой идти, блин Захар дома Я не хочу домой Уже замерзла, блин, как собака Пакеты стояли Пакеты стояли Пакеты стояли Пакеты стояли Уже замерзла Крыска 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 зачем ты проскидывался соки для меня это пропало слух 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 у мамы пропали команда взяла попробовать и горлык молоко с инжиром такой сыр и колбаску это на москва делает с плесенью горит груди как бронхит ну хватит таскать это все стекло хочу солнцестояние посмотреть фильм включать просмотр вчера мы с мужем смотрели фильм стекло вторая часть чтобы ж первая это блин забыла ну короче там про чувака которые разные личности в нем по стенам он там лазит который превращается в зверя вот солнцестояние но я решила бы осмотреть без мужа этот фильм короче про обряды какие-то мистические будут происходить всякие дела у барни в коробочке можно было вырезать маску я вырезала захара только у меня этих нету резинок ой смотрю фильм там маска маска карнавальная пришел попросила его за продуктами сходить дамбу дамбу или как он называется но бесплатный просмотр нажала 10 минут все будет идти ой какой красочный прикольный звезды скачек холт и эни умирается что что перевод есть стали делать молодцы о я бы такую посмотрела по красивая сказка ну в общем что нужно оплачивать что новинки они платные конечно нужно оплачивать учитывая что на карту я свою вообще закрыла теперь у меня нет возможности кинуть на карточку так среди речки прямо как в калининграде вот калининград тоже весь такой балтика вот такая все как болото болотистая знаете это вроде и прикольно но очень влажно там у меня нос практически вообще не фурычил голова часто болела но голова может с этим не связано но при большой влажности нос у меня не дышит это точно балки